приветствую вас дорогие любители творчества добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта комфорта хорошего настроения с вами елена ситникова ну что сегодня 18 ноября 2023 год я жду своего любимого сегодня должен приехать вечерним поездом поэтому я готовлюсь к его приезду и предлагаю вам испечь вместе со мной вот такой замечательный очень простой и очень вкусный пирог и в этом видео также я покажу подушечку связанную крючком ну и уже знаменитый ковер плед из джута и не только так что дальше я включу процесс приготовления вот этого замечательного пирога с яблоками вот вам покажу как это выглядит на разрезе я это уже пробовала не один раз я пеку этот пирог часто как бы уже не в пятый раз и решила поделиться с вами этой вкуснятиной сразу хочу сказать что это не будет быстрым видео это не кулинарный канал так что пожалуйста не пишите грозные комментарии это скорее всего влоговое видео такое вальяжная медленная с чувством с тактом и с расстановкой поговорить и приготовить так что кому такие видео нравится оставайтесь и давайте приступим готовить эту вкуснятину и так как же приготовить эту вкуснятину меня вот таких 5 яблок среднего размера я просто сейчас их взвешу чтобы сориентировать вас по весу 772 грамма если 4 615 принципе 4 тоже будет достаточно меня есть вот такая киевская штучка для того чтобы удалить сердцевинку если нет у вас естественно сделаете это другим способом разрежете удалите свое время было икея я много таких штучек немного но то что мне я считала пригодится в хозяйстве я старалась купить ведь и какая красота такая есть у меня очень хорошо вычищать допустим тыкву когда разрезаешь семечки прям раз раз а можно и мороженое накладывать так ну вот я избавилась серединке идем дальше дальше нарезаю вместе с кожурой эти яблоки кубиками такие вот я не знаю по сантиметрику там так надо нож не поточить опять киевская штука сразу хочу сказать это видео для тех кто любит просто посидеть поболтать здесь не будет скорости виза канал меня не кулинарный поэтому либо ставьте на скорость либо переходите на другие видео просто хочу немножко расслабиться пообщаться может быть еще о чем-нибудь поговорить при готовке вот на такие кубики режем все наши яблочки сегодня приезжая слушай к я решила приготовить такой пирог который не совсем удобный ему сейчас не очень нужно нельзя кушать такое мягкое тесто ну будет тесто не совсем мягким поэтому лёшек сам сказал этот пирог вроде как в небольших количествах ему можно поэтому вот я нашла на ютубе готовлю я его уже не первый раз мне очень нравится простота доступность этого пирога и очень очень вкусно и необычная готовка яблок я вообще люблю пироги где используются яблоки типа шарлотки только много рецептов в общем все что с яблоком да в принципе наверное здесь могут быть и другие фрукты так ну в общем я не буду резать на камеру все вот эти яблоки порежем все дальше включусь и так яблоки все порезала я сюда добавляю 4 столовых ложки прям вот так горой сахара 2 3 и 4 перемешиваем хорошенько перемешиваем если у вас есть лимончик не может быть там подсыхает пропадает можете сюда выжать какое-то количество лимонного сока я вот забыла купить на 1 я повторю что я готовлю это уже не первый раз я добавляла сюда лимонный сок если нет ничего страшного значит нет перемешали хорошо и пока наши яблочки с сахаром буду впускать сок мы с вами приступим готовить тесто и так в сотейник я положила 100 грамм сливочного масла и поставлю на плиту чтобы она ну растворилась растопилась дальше я забью одно яйцо добавлю сюда 3 ложки сахара 1 2 3 3 ложки сахара и чайную ложку соды или разрыхлителя пакетик я положу соду ну вот так где-то не совсем горой но и не совсем без горки и все это дело венчиком сбить можно миксером взбить или блендером ну я венчиком взобью масло вот у меня практически все растворилось стало мягким сейчас вот до конца растворится не сильно горячее было яйцо у меня не сварилась а еще положу щепотку соли я всегда кладу соль для баланса вкуса даже если в рецепте нет соли и наверно сюда еще волью пару ложек растительного масла ложечку значит еще раз 3 столовых ложки сахара 100 грамм одно яйцо чайная ложка соды выливаю сюда растопленное 100 грамм масла сливочного и сейчас нам нужно просеять сюда 300 грамм муки сейчас я сделаю это за кадром в общем просеете 300 грамм муки муку я просеяла и потихонечку 300 грамм муки посмотрим если нужно побольше будет значит я еще досею вот так вот так Да нет, нормально, нормально. Сейчас мы немножко его вымешаем и поставим, пусть оно постоит. Всегда тесто после замешивания должно немножко отдохнуть, напитаться. Ну вот такая консистенция. Сейчас я его прикрою чем-нибудь и пусть оно постоит. Сейчас займемся нашими яблочками. Сейчас посмотрим, вот они уже пустили сок. Отлично. Сейчас мы будем их жарить. Будем их жарить. Нужно отмерить, взвесить грамм 30-40 сливочного масла и положить на сковороду. Итак, масло у меня практически растопилось. Так, не знаю, как получится у меня одной рукой. Берем наши яблочки и вот так вот помешивая их в течение 4-5 минут. Вы увидите, они поменяют цвет, они станут мягенькие. Вот так вот на сильном огне. Огонь у меня вот прям такой хороший. Но надо не отходить, а постоянно их вот так вот мешаем и смотрим на цвет. Чтобы они не совсем превратились в тюре. В общем, жарим. Пока яблочки жарятся, я буду, конечно, их помешивать. Смазываем сковороду растительным маслом. Сковороду или разъемную форму. Но здесь лучше подойдет... Вы знаете, есть такие формы для кексов с рифлеными бортами. Тогда вообще будет еще и красиво. Вот. И наше тесто берем. Я уже немножко поставила. Беру я две третьих. Так вот на глаз. Вот этот кусочек я оставляю. А вот это вот беру. Разделите так это. Ну, на глазик. И вот так вот руками. По-другому не получится. Я пробовала скалкой. Нет, это не то. Вот так руками раздвигаем его по сковороде или по вашей форме. Заходя на бортики сковороды, это обязательно. Делаем такую форму, куда мы потом будем выкладывать наши жареные яблочки. Прямо вот так. Ручками делаем вот такую конструкцию. ладошкой. Распределяем. Делаем бортики вот такие. Серединки. Кажется, прям теста мало, но здесь сама фишка, что его и должно быть мало, чтобы хорошо яблочки наши чувствовались. Я, например, очень люблю, когда больше начинки фруктовые или любой другой, мясной, творожный, неважно. А тесто поменьше, тогда очень вкусно получается. Ну, в общем, как-то так. Яблочки уже поменяли немножко цвет. Можно огонек уже поменьше чуть-чуть сделать. Вот. И уже пора включать духовку, чтобы она разогревалась. Очень быстро готовится этот пирог. И, повторюсь, вкуснятина неимоверная. Сейчас, не знаю, как у вас, но у нас выпечка в магазине, что касается пирожен, тортов, очень дорого стоит. Так, ну, еще вот немножко. Сюда можно добавить корицу, кто любит. Я добавлю немножко корицу. Ой, как жалко, что камера не может передать аромат. Это просто что-то невообразимое. У меня прям слюна течет. Ну, вот приблизительно вот до такого состояния. Все. Выключаю я плиту и включаю духовку. Включила духовку, чтобы быстрее нагрелась на 200 градусов. Выпекать будем на 180 и потом можно уменьшить до 150. Сюда высыпаем наши обжаренные яблочки с корицей. Не знаю, я очень люблю корицу, очень люблю. Распределяем все равномерно. Вот. И теперь у нас осталось тесто. Одна треть, да? Две трети мы сюда положили. Одна треть осталась. Вот нам нужно либо на терку, либо прям вот так вот. Сейчас попробую на терку. Я обычно руками распределяла, но можно и на терку. Сейчас попробую на терку. Не знаю, получится или нет. Да, пожалуй, на терку так удобнее. Ну и красивее, наверное. То есть вторым слоем мы укрываем наш пирог. Вот так вот распределяем тесто. Сейчас духовка еще больше нагреется, минуточек пять. И тридцать пять минут нужно выпекать. Ну а там посматривайте, конечно, следите. Я ставлю на тридцать пять минут. Сто восемьдесят градусов. Где-то идет у меня двадцать минут точно. А потом немножко уменьшаю. Да, там может быть сто семьдесят, сто шестьдесят, сто пятьдесят. Смотря у кого как печет духовка. Есть газовые, есть электро. И все они по-разному работают. Вот такая красота. Сейчас, пока духовка разогреется больше, я помою посуду. Ну вот, духовка разогрелась. Сейчас заведу часы на двадцать пять минут пока. Чтобы они мне прозвенели, я посмотрю, что там происходит. Может быть огонь меньше нужно будет сделать. Пока сейчас выставлю сто восемьдесят. Вот на двадцать пять минут. Всего нужно где-то тридцать пять минут ориентировочно выпекать. Но, опять же, друзья, это все... Короче, смотрите, следите, чтобы не подгорело. Вы там увидите, когда он начнет румяниться. Духовка на режиме верх-низ. Ну, а пока готовится пирог. Покажу вам, какая подушечка у меня получилась, родилась. Что внутри наполнитель, я вам уже говорила. Я раскурочила подушку с наполнителем из гречихи. Ну, есть видео, не буду останавливаться. Связала две половинки вот этого узора. Там, не помню, восемнадцатый, девятнадцатый ряды. Найдете. Я оставляла ссылку на мастер-класс этой красоты. Мастер-класс называется Чаревна тканына. Можете набрать это в поиске ютуба и попасть на канал Насте Бученко. Значит, связав две вот эти вот половинки, я потом просто соединила их между собой столбиками без накида. Сначала соединяла без подушки, то есть до, ну, чтобы неудобнее было, вот так вот половину круга. Потом запихнула саму подушку и уже вместе с подушкой соединяла здесь вот столбиками без накида. Вот эту вот подушку соединяя два полотна вместе. Вот получился вот здесь столбик. Сразу отвечу попутно на комментарий. Люди или не смотрят, либо не все смотрят, проматывают, а потом задают вопросы. Не знаю я, как с этим бороться. Вот. Покупала я джут на Wildberries. Кстати, вот сейчас найду. Если вдруг мне захочется постирать это, чтобы развязать, я там где-то метку сделала маркер металлический, булавочку такую, в общем, присоединила. Чтобы потом, если вдруг постирать это, мне нужно будет все распустить и вытащить подушку и постирать наволочку. Но, ладно, не буду уже искать, но я думаю, вы поняли. Вот здесь вот маркер прицепила так незаметно, чтобы было понятно, где конец, где достать нитку, чтобы вот это все распустить, достать подушку. Но, что я вам хочу сказать, друзья, найдите, пожалуйста, информацию в интернете про джут, что такое джут, где растет, как выращивают, как ухаживать за ним. Но я хочу вам сказать, что джутовые вещи практически не нуждаются в стирке. Вот этот ковер я вообще ковер-плед не буду стирать. Вот этот коврик улита, он из чистого джута. Его просто вот первый раз я постирала, чтобы петельки улеглись, чтобы это красиво смотрелось. И больше я стирать его не буду. Джут имеет свойство самоочищения. Просто встряхнули и все. Он не любит частую стирку, но он и не пачкается. Я смотрела как-то канал, где девушка рассказывала, что у нее вообще коврик из джута лежит вот прям при входной двери, где грязная обувь и то и все. Ну, конечно, не из чернозема на ногах прийти на этот коврик, это понятное дело. Но джут не нуждается в стирке. Он вытряхивается, пылесосом прошлись, если надо, тряхнули и все. Вот такой этот натуральный материал. Я смотрела, как он растет. Растет он где-то в Вьетнам, Китай, вот в этих вот странах Индия. Вот там выращивают джут. Я так поняла, где теплый и влажный климат. Там это растение достигает 4 метров. Ну, я думаю, найдете. Была я в Альберис, получила заказик. Вот Ализе Кид Махер Роял. Это я все-таки хочу еще один коврик связать с добавлением, вот если здесь, вот только вот в этой части Махер. Хотя очень красивый переход. Хочу связать все-таки еще один коврик уже на пол, поменьше размером. Остановлюсь вот на этом ряде и добавлю Махер. Махер у меня закончился. Поэтому я купила вот этот дешевый Махер именно вот для этой цели связать еще коврик, а может быть подушку с Махером. В общем, буду вязать. И получила вот такой вот жут. Упаковку здесь 100 метров. Это жутовый канат 4 миллиметра. Да-да-да, вот именно для этих целей здесь у меня вот это кресло, если вы знаете. Это когтеточка для котов. Здесь уже вот нужно вот эту часть менять. Я по мере того, как вот это все лохматится, как они точат свои коготки, вот это все срезаю, убираю. И потом реставрирую вот эту часть ножки. Вот она. И это здесь уже вся вот такая вот. Ну, в общем, нужно менять. У меня закончился этот жутовый канат. И я заказала на Wildberries. Вот именно для этих целей. Ну, а может быть и еще для каких-нибудь. Вот, я довольна, очень довольна результатом, друзья. Прям красота красивая. И очень удобно сидеть. И для ног она эта подушечка. Ну, в общем, да и смотрится. Смотрите, как красиво. Вы мне там писали, что похоже на черепашку. Кому-то это раковина морская. Для кого-то это черепашка. Но мне, когда вот она лежит вот так, мне тоже очень напоминает черепашку. Прям добавить ножки, голову и получится черепашка. Короче, подушка черепашка. Ковром этим я очень, ковром-пледом очень довольна. Я уже отдыхала, засыпала под ним. Ну, что хочу сказать. Шикарная вещь. И как ковер, и как плед. Так что, кто загорелся этой идеей, я думаю, что у вас тоже получится вот такая красота, как у меня. Ну, что. Наш пирог уже поджарился, я смотрю. Можно немножко меньше убавить огонек. Прошло 20 минут. Еще 10 минут на 150 градусов. Я прям сейчас вот открою. Пару идет. Ох, как запотела камера. Чтобы вы видели, ну, вот такой красивый, интересный и очень-очень вкусный. Потом покажу на разрезе. Сейчас посмотрю. Я думаю, что готово. Или еще. Ладно, еще на 3 минутки. Ну, что, друзья. Вот такая красота, вкуснятина получилась. Яблочки вам просматриваются. Аппетитнейший аромат стоит. Когда все это дело остынет, я это накрою. И потом вот то, что сверху, вот эта вот, так скажем, ну, корочка, что ли, все пропитается и станет мягким. И тогда, ну, вообще, очень вкусный пирог. Не знаю, в этом видео я вам покажу на разрезе или уже когда мы будем пить чай с Лешиком, я покажу. Но, поверьте мне на слово, это очень-очень вкусно. Где ушел. Да. пример. Какими有一адно умнулся. Назaded на основinen методушку Продолжение следует...